Да, я как раз сказал, когда прочитали, прошли подвину. Хорошо. Вы меня сразу просите, если честно, вся литература написана на английском. По-русски я ни разу не пробовала проговаривать презентацию, поэтому, возможно, я буду медленно подбирать слова. И в основном показывать картинки, потому что здесь... Привет, Владимир. Потому что нас больше всего интересует интерпретация того, что мы получим, а интерпретация, в общем, основана на статистическом методе, когда просто примерные картинки соответствуют определенным минералам. Так, форк. Ну, сейчас это уже во всем мире вообще-то является... широко используется в полеомагнетизме и физике с твердой отделом, в том числе. которые переводят с форк, как кривые перемагничивания первого порядка и дают важные сведения о магнитных свойствах породообразующих минералов. Вот, сейчас мы... Породообразующих или магнитных? А? Породообразующих или магнитных? Магнитных минералов, заключенных в пород. Что же такое форк? Так, для того, чтобы подобраться, собственно, к понятию форка, сначала посмотрим ключевые параметры, которые используются для определения форка. Вот, это петля гистерезиса. Наверное, никому надо объяснять, что это и как это получается. Она есть для всех магнитных минералов, которые мы изучаем. Вот, также... И вот наш прибор, о котором говорил Владимир Владимирович, он, собственно, тоже умеет вычислять петлю гистерезиса, криву размагничивания обратно в поле, в бэкфилл, так называемую. Вот. И в том числе умеет вычислять кривые форк. Как это происходит? Мы посмотрим чуть-чуть похоже, но, в общем, о единичный случае... Ой, простите. Вот. Первый этап показан вот на этой схеме. Сейчас я немножко потом подробно остановлюсь. Вот. А так выглядит сам набор кривых форк, который мы получаем после измерения. Вот здесь все. Многочисленные частные кривые гистерезиса. Как происходит измерение форк? Сначала мы насыщаем наш образец в поле насыщения. Для начала... Чуткое поле разворот. Вот. Собственно, как получается форк? Мы насыщаем наш образец. Вот это начальная точка получения первой кривой. Насыщаем наш образец. Дальше мы опускаем поле, снижаем поле до точки H-A. Это так называемая точка разворот. Это практически произвольная точка, которую мы выбираем сами. И дальше... То есть мы не доходим, не размагничиваем его полностью, когда... Не перемагничиваем его полностью. Не размагничиваем? Нет, это не размагничиваем. Не перемагничиваем, в ту сторону же. Да, мы не перемагничиваем его обратным полем. До конца в обратное насыщение мы не уходим. Мы после насыщения опускаемся до точки H, A, и дальше опять идем на насыщение. Возвращаемся. H, A обязательно больше, чем H, C должно быть, да? H, A должно быть. На самом деле, как потом будет понятно, H, A очень много. То есть H, A захватывает в том числе H, C и H, A больше. А что такое H, C у вас? Кажется, стильная сила, видимо, имеется в виду, Геннадий Встреча. Ну, понятно, да. Вот. В данном случае выбрана просто произвольная точка H, A, для наглядности просто. Вот один из примеров. Вот. Дальше мы обратно насыщаем образец, и в каждой точке, вот, например, часто нам взять, в зона точка, в мере магнитный момент. Вот. То есть, я. И этот магнитный момент характеризуется полем H, A, полем разворота, в котором мы развернули нашу петлю, вот, и H, B, точкой, с которой мы измерили этот момент. Вот. Мы померили много-много раз, как для одной H, для одной точки полем разворота, вот. Потом мы сместились на дельта H, на маленький какой-нибудь, на маленький шаг, вот, и произвели еще, еще раз эту же процедуру. На маленький шаг вверх? На... Или вниз? Маленький шаг вдоль всей поверхности. Мы так делаем. А, это самый маленький. То есть, как надо делать форк, на самом деле, форк, ну, когда вот снимает ВСЛ, он, снимая, начинает, наоборот, от самых высоких. Вот. И, на самом деле, он это делает не очень линейно, то есть, если посмотреть, ну... От самых высоких полей, смотри, от самых высоких полей? Нет, не от самых высоких полей, вот, примерно, от верхней границы петли. На самом деле, эти русские вещи, на самом деле, все равно, главное, чтобы пробежать весь диапазон этих H. Да, нам главное, чтобы мы пробегаем, в итоге, весь диапазон. И, да, H, A мы берем вдоль всей-всей-всей поверхности. Вот здесь, вот, если вот здесь, вот мы начали, да, вот то, что я говорю, откуда форк из колеса начинает. Вот, ну, по крайней мере, то, что мы видим на осциллографе. Вот он, например, на ВСЛ начинает, с самого гребня, с самого гребня петли гистерезиса. Вот, и меряет вот так, потом снижается на дельта H, и опять меряет в каждой точке. Опять снижается на дельта H, меряет в каждой точке, и вот здесь то же самое происходит. В каждой точке дельта H мы меряем частную петлю гистерезиса. И этом внешняя оболочка нашего форка, она будет соответствовать петле гистерезиса этого образца. То есть мы, когда мы снимаем обычную петлю гистерезиса, мы снимаем просто, вот, как насыители. Ну и внешний контур, а так, не заполняем. Внешний контур, да, а так еще мы получаем заполнение, которое нам в дальнейшем будет говорить о определенных особенностях нашего образца, чего мы не можем увидеть на петли гистерезиса. Лен, а стране я поняла, скажи, пожалуйста, H, А, она изменяется в пределах H, ну, как бы, насыщение до H, до минус насыщения. До минус насыщения, да, в общем, случайно, на самом деле ты можешь это выбирать. Правильно? Да. Вот, ну, тут видно начало каждой, каждой кривой, вот здесь особенно, где, когда мы снижаемся на дельта H, мы получаем, как бы, более широкий. Здесь, где, где у нас петли сильно смешаны друг с другом, мы не видим, а вот здесь вот они разогнены немножечко, и можно увидеть, что вот, как каждой дельта H маленького-маленького, вот, соответствует отдельная участная петля экстреса. Нет, H, A всегда по модуле больше, чем H, C. Может быть, разница? Нет, H, A, H, A пробегает весь диапазон. H, B, H, B, поле измерения, поле измерения, вот это единственное условие, это то, что H, B, поле, в котором мы измеряем, вот здесь, да, например, точка H, B, оно всегда, оно, всегда, больше, чем H, A. Ну, что, естественно, потому что в обратном случае просто оно будет равна нулю, как бы, если мы сюда насытили, измерили вот здесь, то здесь у нас ничего нет, в данном случае. Вот, H, B, у нас всегда больше H. А, и для каждого H, B, с шагом вот этим вот дельта H мы получаем вот такую сетку, вначале, вот, если мы здесь, вот, увеличенная область, вот, мы можем посмотреть, что для каждой маленькой, для каждого маленького шага мы получаем точку со значением магнитного момента. А, поясни, пожалуйста, вот этот правый нижний график, что там по осям? Слева момент, а справа, что за поле? Это вот, смотрите, это вот увеличенный кусочек из набора петель стресса. Я понимаю, слева момент, а справа что у тебя такое? Поле, тоже, вот этот вот момент, это поле. Ну, это вот тоже самое, смотрите, это вот как петель стресса, мы здесь, у нас момент, здесь поле. По этой оси момент, по этой оси поле. Вот она точка магнитного момента, соответствующая вот этому поле, для вот этой вот точки. Поле внизу минус 2, это что за поле, допустим, вот у тебя начинается с минус 2 на оси абсцисс? 6 на 10 минус 3. Это минус 2 мили тесла. Нет, тут какая точка на тех самых? Извините, просто не я один этот вопрос понимаю. Вот возьмем вот эту вот кривуюку, да? Вот это вот что, это каждая отдельная кривая? Это каждая отдельная кривая, понятно. То есть эта кривая, она началась, скорее всего, в поле, которое было там минус 5, минус 6. Под квадратик, смотрите, у меня, под квадратик. А, вот это вырезать. Да, понятно. Это, соответственно, 5. Ну и, соответственно, это вы просто части вот этих криволей, которые есть. Да, это каждая криволька состоит из одного точка. Здесь все понятно, да? Нет. Вот. Здесь показано то же самое, вот процесс нахождения магнитного момента внутри кривых форм. Вот они кривые форм. А вот здесь показано, как будет выглядеть вот эта вот наша сетка, сетка магнитный момент, в котором мы получили. Одну суть, вы нашли эти картинки? Вот эта же, вот эта сетка, вот мы ее рассматриваем теперь в полях H.A. и H.B. Да. Вот тут я хочу остановиться, и, значит, проговорить вот такой момент. Значит, вот мы… Вернитесь еще назад. Не-не-не, разумею, вот эта картинка нравится. Значит, вот мы строим вот такой график, по сути дела. Значит, вот это у нас H.A. Вот мы взяли какой-то H.A. И стали давать H.B.1, H.B.2, H.B.3, H.B.4. Каждая точка совмест с определенным значением момента. Вот эта линия, это мы другую H.A взяли, тоже H.B. Это 3. Да. В общем, по сути дела, вот это вот, это значение моментов, которые по частным, значит, кривых вот этого сетка у нас образуются. Правильно? Да. Светом показано, собственно, так как мы сейчас, у нас здесь только оси полей, то есть изображена сетка, в которой, вот как сказал Владимир Милович, для каждой точки H.A. есть соответствующее значение H.B., в котором мы померили магнитный момент. Для того, чтобы изобразить этот магнитный момент, вот берется цветовая схема, и цветом обозначен, собственно, магнитный момент. Собственно, красный, ну, самый теплый цвета, это наиболее максимальное значение магнитного момента, чем более холодный цвета, а минимальное значение магнитного момента, который мы получили. вот, сейчас, простите, вот. И, как бы, мы получаем вот такую вот цветовую схему, на самом деле, для всего, для всей этой сетки, но, как правило, нам не нужна вся эта сетка. Мы выбираем какую-то область, в которой, в данном случае, выбрана вот такая прямоугольная область для значений, для определенных значений H.U. Что такое H.U? Мне кажется, будет. Нет, не будет. Тогда сейчас объясню. Вот, получается, что мы берем H.A. минимальное, да, получаем значение в каждой точке Hb магнитного момента. Потом увеличиваем немножко H.A. на дельта H. Получаем значение магнитного момента. Поэтому мы получаем вот такую вот трапециевидную форму сетки. Доходим до насыщения, которое мы задаем. Вот, получаем магнитный момент. Вот. И получаем вот такую вот кривую, как бы, схему, которую неудобно просто рассматривать. Вот. Это для удобства ее рассмотрения мы переворачиваем. Берем новые оси, которые называются H.U. Обозначаются обычно H.U. и H.C. Вот. Путем разворота на 45 градусов по часовой стрелке. Здесь видно. И дальше мы будем работать уже вот с этими осями, подразумевая, что это развернутые оси H.A. и H.B. Вот. Чтобы... Вот здесь мы видим просто значение магнитного момента, но это еще не диаграмма ХОЛ. Чтобы получить диаграмму ФОР. Диаграмма ФОР получается путем взятия смешанной второй производной. Собственно, нужно продеференцировать магнитный момент в каждой точке сначала по полю H.A. И деференцировать магнитный момент по полю H.B. вот. И получается, что мы для каждой точки получим вот такое распределение уже после дифференциации. Одно пояснение хочу сказать. Просто у нас далеко не все знают, что это вторая производная. Даже первая не все. А смешанная это вообще-то совсем трубополная. Я просто хочу сказать, что мы от значения момента переходим к скорости нарастания этих моментов в данной точке. Вот. Если там, скажем... А? Нет, нет. Это скорость на самом деле. Это скорость. Поскольку это смешанная, она смешанная. Это просто скорость нарастания моментов в данной конкретной точке. А тогда какая разница? Вторая производная, она, собственно, и градиентная. Я думаю... Первая производная, это градиент, да? Это пространственный градиент. Ну, плоскостной, да. Не по линии, а по плоскости. Не по линии, да, а по плоскости. В этом смысле. В этом случае я не могу подобрать. Где-то есть. А, может быть, я пристите. Не включил эту диаграмму. Есть последовательное получение сначала одной производной, а потом другой. Но я похожа тогда, наверное, где-то в конце есть. Если что, мы еще на этом остановимся, в такой математический, на самом деле, отдельный момент, который я могу упустить, да? Собственно, мы взяли смешанную производную, получили вот такую диаграмму. Дальше мы будем с этой диаграммой, собственно, работать, нам уже интересно вот то, что получилось на ней. И вид этой диаграммы определяет определенные особенности, которые нам интересны для понятия наших магнитных минералов. Итак, почему диаграммы Форд лучше, чем, например, для гестерезиса и законоприятия обратным полем? Мы получаем сразу карту от всех частиц в образце, которые присутствуют. А также можно оценить по данной карте, которую мы только что видели, по данной диаграмме, которая получилась, можно оценить взаимодействие между магнитными частицами. Можно вернуться? Я просто немного другим словам еще хочу рассказать. Значит, вернись, пожалуйста. Значит, если у нас петля гестерезиса, она дает некую интегральную характеристику, в принципе, нашего ансамбля, то Форд нам позволяет, ну, какие-то очень мелкие детали, значит, в разных каких-то полях. Слушай, ну, вот здесь вот, для вот этих трех образцов у нас получилась бы одинаковая абсолютно петля гестерезиса, но распределение Форд у них совершенно разное. И частные магнитные гестерезисы тоже ведут себя по-другому. Поэтому, если бы мы взяли просто петля гестерезиса, мы бы могли подумать, что это примерно одинаковый образец, а на самом деле, вот, сделав Форд преобразование, мы можем увидеть, что у нас совершенно разные типы магнитных минералов в этих образцах. Интерпретация. Ну, чтобы понять, как производится интерпретация в Форд диаграмм, нужно примерно представлять так называемый диаграмм призах Ньюэля, вот, который представляет в себя рассмотрение отдельных элементарных гестеронов. Это идеализированная петля для идеализированного обособленного домена. Вот эта вот петля абсолютно симметричная, вот этот гестерон, потому что он у нас находится, потому что он обособлен, и его ось полностью совпадает с осью поля, осью приложенного поля. Так получается прямоугольная петля. И для вот такого единичного экстерона мы получаем на диаграмме Форд, после того, как мы сделаем смешанную производную, мы получаем вот такое пятнышко, где в поле H, в данном случае ВС, простите за картинку, я из другого пособия взятая, ВС соответствует, собственно, коэффективной силе в данном случае, и находится в районе нуля по оси взаимодействия. ВВЮ или ВИ, как здесь обозначено, это у нас ось взаимодействия называется, а горизонтальная ось называется осью коэффективности. Как только у нас происходит какое-то взаимодействие гестерона с дополнительными частицами или с внешним полем, мы получаем сдвиг гестерона. Он получается несимметричным относительно оси, относительно нуля поля. И это будет выглядеть на диаграмме Форд как смещение по оси взаимодействия, собственно, вот эту разность полей, которые здесь видно, смещение относительно нуля с сохранением его коэффективности. То есть здесь видно и его коэффективность, и то, что он взаимодействует с внешним полем. Когда мы получаем диаграмму Форд, мы берем набор таких маленьких-маленьких гестеронов, каждому из которых соответствует отдельный вот такой вот маленький-маленький печок. Вот здесь, для примера, взято это численное моделирование. Из многих-многих гестеронов и взаимодействующих, вот здесь вот они не взаимодействуют по этой оси, и здесь они везде взаимодействуют, мы получаем вот такое распределение на диаграмме Форд. Вот здесь вот будет более наглядно, наверное, то же самое, что я сейчас сказала, как получается интерпретация диаграмма Форд. Вот, это у нас наша диаграмма Форд, которая, допустим, получилась взята для примера. А вот так выглядит отдельный кусочек на этой диаграмме. Если мы будем сдвигаться в эту сторону, диаграмма состоит из маленьких-маленьких отдельных вот таких гестеронов. Если мы будем сдвигаться в эту сторону, то, соответственно, наша, это по оси картистивности, то вот этот гестерон будет иметь более широкую область. Если сдвигаться по этой оси, он, соответственно, будет сдвигаться либо влево, либо вправо. вот на картинках то которые я говорила в начале магнитный момент вот дальше он продифференцирован по оси h а дальше продифференцирован по оси hb вот а в сумме получается вот такой вот это до сглаживания а это уже после сглаживания получаем вот такую красивую яркую картинку одним из главных особенностей для чего нам нужен форм это деление доменного состояния по диаграммам форм вот здесь представлены самые самые типичные случаи для доменных состояний здесь однодоменная область здесь псевдо-однодоменная область мультидоменная и это область сильного взаимодействия где сложно сказать что здесь все частицы друг с другом взаимодействуют и поэтому нельзя сказать какой здесь вид преобладает сейчас подробно остановимся на однодоменные частицы на данной картинке представлены вид того как как может выглядеть диаграмма форм когда она состоит из сбора однодоменных частиц однодоменные частицы когда в образце в основном однодоменные частицы то они всегда будут вытянуты не вытянуты а находиться на оси ноль взаимодействия и контуры будут замкнуты и контуры будут замкнуты да вот здесь вы можете прочитать откуда взяты эти примеры так как редко бывает в образце когда однодоменные частицы вообще картистильная сила она не является абсолютным обозначением определение минерала это она очень она очень зависит от размера частицы температура частицы вот и как правило в образце бывает смесь даже и даже если представлено бывает смесь однодоменных частиц и вот данном случае у нас получается смесь однодоменных частиц раз активности то есть они все примерно в каком-то определенном диапазоне вот все имеют один замкнутый контур то есть относится к одному минералу скорее всего и но при этом состоят из разного размера частиц я хочу тебя тут спросить нужно понимать если допустим у нас нет распределения по размерам все частицы совершенно одинаково значит размер то у нас будет . просто а вот это и будет . . на самом деле как правило однодоменных не взаимодействует вот это вот типичный вид однодоменных и взаимодействующих частиц они у них есть внутри . а вокруг есть такой вот подобная область это уже не идеально Это за счет того, что у нас не бестерон, на самом деле, а все-таки петля сглаженная. Боковые части петли, каждая частая петля, по которой происходит интерпретация, тоже вносит в свой склад. В идеальном случае была бы точка. В идеальном случае была бы точка, да. Вот как бестерон было показано. И, соответственно, чем длиннее вот эта самая область, тем у нас больше разброс, можно говорить, по размеру. Ну, условно говоря. Можно так проинтерпретировать, по крайней мере. Ну, разброс карцетивности, да, как правило, это связано с размером. А центр этой области, он говорит о самом популярном, о самой наиболее часто встречающейся карцетивности. Да, о самой наиболее часто встречающейся карцетивности, да, которая чаще всего связана с размером. Так, здесь представлены в основном однодоменные частицы, представлены основные однодоменные частицы, но с небольшим вкладом суперпарамагнитных частиц. Суперпарамагнитные частицы на форке на самом деле очень сложный момент определения суперпарамагнитных частиц, поскольку у них есть время релаксации, и когда мы, например, задаем параметры расчета форка, мы задаем время осреднения. И когда время осреднения примерно совпадает со временем релаксации, тогда мы можем идентифицировать там суперпарамагнитные частицы. Когда время осреднения у нас больше, то суперпарамогнитные частицы не будут давать никакого вклада в форм диаграмму. Поэтому, как правило, принято писать, при каком осреднении была снята данная диаграмма. Вот здесь показано очень хорошо иллюстрированный пример. Здесь у нас при нуле Кельвинов, получается, что все магнитные частицы, в том числе супермагнитные, блокируются в определенном состоянии и нет у них этой блоксации. Поэтому они ведутся как однодоменные зерна. Как только мы увеличиваем температуру немножко, у нас появляется вот здесь дополнительная область. Здесь, может быть, если выключить свет, будет видно, там получается даже отдельно замкнутый контур небольшой. И вот здесь вот один замкнутый контур. Это нагрев до, не помню, на самом деле, до скольки. Но это чуть-чуть меньше нагрева, это чуть больше нагрева. И чем больше мы нагреваем, тем больше происходит релаксация у суперпарамогнитных частиц. То есть, тем больше вся наша диаграмма, весь ее пикс двигается в области нуля. То есть, это моделирование или на самом деле? Это моделирование. Сейчас, а где-то было, наверное, вот это вот на самом деле. Вот это на самом деле, но здесь у нас при комнатной температуре, во-первых, здесь вот это все-таки моделирование при более низкой температуре, чем комнатная. А вот это вот при комнатной температуре у нас вся, за счет того, что у нас много суперпарамогнитных частиц, вся наша диаграмма сдвинута в области нуля. То есть, у нас происходит занижение кварцитивности за счет присутствия суперпарамогнитных частиц в образце. Могу переходить дальше, да? Одно шутки, я хочу обращаться. По сути дела, вот здесь идет нарастание температуры сверху вниз, да, и по сути дела у нас в первом случае только однодоменные частицы, и постепенно двигаясь вниз, у нас на части этих однодоменных частиц становятся суперпарамагнитные, по сути дела. И вот это вот, по сути дела, разные пропорции соотношения однодоменных и суперпарамагнитных частиц. Вот это вот важно, мне кажется. Менемножко нехорошо с терминами, суперпарамагнитные, это тоже однодоменные. Речь идет о том, что релаксируют они, а не релаксируют в данном масштабе, в этом смысле, да, ради бога, мы в этом смысле употребляем эту смысл. Я понимаю, в этом смысле. Вот здесь тоже еще пример, теперь уже на настоящих образцах, не моделированный пример, при различной температуре, видно, что как только мы снижаем температуру, мы получаем в основном однодоменную, типичную диаграмму ФОРК, а как только температура повышается, мы видим, можем просветить вот этот вот вклад суперпараметных частиц, который, это один и тот же образец, вот, и мы видим, насколько сильно занижается картистильность присутствием суперпараметных частиц, это бывает важно. Так, теперь про многодоменные частицы, здесь все гораздо сложнее в определении ФОРК, вот это вот типичный вид многодоменных частиц, вот, мы видим, что они все распределены и вытянуты вдоль нуля картистильности и сильно вытянуты вдоль оси взаимодействия. То есть за счет внутреннего взаимодействия внутри многодоменной частицы мы получаем слабо картистильное, очень слабо картистильное и вытянуты вдоль оси вот такое вот пятно, которое на самом деле очень похоже на суперпарамагнитные частицы, и не зная контекста мы не можем определить это суперпарамагнитные отдельные частицы или многодоменные. Мы можем только, например, при охлаждении сильном определить этот момент, либо, не зная контекст, понимая, что у нас в основном в таком процессе могут присутствовать многодоменные частицы. Суперпарамагнитные частицы обычно не встречаются отдельно. И здесь есть небольшое различие в диаграммах, в типочных диаграммах форм для многодоменных зерен. При, я не знаю, как это по-русски называется, слабая доменная стенка и сильная доменная стенка. Есть такое? Нет? В общем, когда доменные стенки сильно закреплены, у нас такое поведение немножечко, ну, как бы, хотя бы небольшая картистильность присутствует. Вот потому что соседние домены, внутри многодоменных зерен не так сильно влияют друг от друга, вот, а сохраняется внутренний момент. А когда слабая магнитная стенка и когда происходит очень сильное внутри взаимодействие, мы получаем, что соседние зерна влияют друг на друга и друг друга размагничивают, получают друг другу диаграмму для картистильности. Это может быть очень, это бывает очень важно, потому что, например, когда мы определяем палеоинтенсивность, и у нас это состоит из многодоменных зерен, в основном, это может существенно занижать значение интенсивности, которую мы получим. Не только занижать, но и завышать. И завышать, ну, в общем, да, сделать его недействительно. Случайно. Елена Красновна, с прошлым вопросом, который мы так все примерно знаем, даже многодоменные зерна плохи для палеоинтенсивности, а многодоменные хороши. И вот этот порк, в частности, вот для этого будет применен, чтобы обосновать использование ваших образцов для определения палеоинтенсивности. Правильно, дальше? Вот пример частиц, многодоменных частиц и их распределение порк. Вот так выглядит их форма диаграмма. Вот они все вытянуты вдоль оси, как было показано в предыдущем, но вот для разных состояний. Вот. Причем, чем больше мы нагреваем, тем больше происходит взаимодействие между внутри нашей многодоменной частиц, тем больше происходит взаимодействие заменов с нитритом, и тем сильнее занижается карцитивность, и тем ближе приближается наш диаграмма к нулю по оси карцитивности. Ну, вот не очень ясная картинка, я так по подписи понимаю, что справа у нас, значит, какая-то трансформаторная сталь, не обожженная, деформированная, с большими напряжениями внутри, а слева это же сталь? Нет, а слева это двухмиллиметровый магнитик, вот эти два образца, это двухмиллиметровый магнитик. Ну хорошо, Б, тогда Б, а Б это после отжига, когда, значит, поддержали это дело, расслабились, сняли напряжение, и мы видим, что карцитивность уменьшается и становится такой менее карцитивный. Ну, вот здесь, собственно, тоже, например, вот эти вот были примеры для слабой стенки, вот здесь особенно видно, когда у нас стекло не получается. Здесь вот слабая стенка, где очень хорошо видно, вот здесь вот, когда стенка все-таки сильная, не дает соседним доменам друг на друга очень сильно влиять, тогда мы видим, что немножко сильнее отстает наша диаграмма форков от нуля карцитивности. Для геологических средств мы видим, что все контуры получатся не замкнуты и расходятся в области нуля и в области оси взаимодействия. На всех наших диаграммах в виде расхождения вот этих, если в случае однодоменных частиц мы видели замкнуты и контуры, то здесь они все расходятся в коси взаимодействия. Многодоменные частицы. Многодоменные, это все еще про однодоменные частицы, да. Вот все однодоменные частицы, они представляют собой смешанный случай между однодоменными и многодоменными, и типичный вид всех однодоменных частиц на диаграммах Форк представляется в виде пиратской шляпы, потому что, как правило, настоящие все однодоменные частицы, когда это не смесь, а когда они все однодоменные, когда их размер между однодоменным состоянием и многодоменным, то диаграмма Форк представляет собой вот такую вот как бы трехгранную картинку, похожую на пиратскую шляпу, и, как правило, это всегда означает наличие всех однодоменных частиц. Сколько это размер? Полтора доменных? А? Полтора? Это темный вопрос, никто не знает на самом деле, да. Нет, на два тоже считается несколько доменных, не очень много стенок. Вот, собственно, примеры тоже еще псевдо однодоменных частиц, такие три вытянутых области, вот, и есть замкнутые контуры, но в том числе есть восхождение остальных наших контуров к оси взаимодействия. Такой промежуточный случай между однодоменными и много однодоменными, что очень логично. Чёрный контур, это что такое? Чёрный контур, это до, это начало, перед сглаживанием его, как бы начальной границей. То есть та же самая диаграмма, да, но вот она была до сглаживания, как бы первоначальника. Это изоление некое значение, вот это, которое произвольно и выбранное, да? Да. Таким-то образом, да. А потом, когда её сглаживают, диаграмма, она становится всё более гладкой, и диаграмма становится всё более гладкой. Ну, собственно, очень хорошо применять форты для идентификации магнитотактических бактерий. Вот это вот типичный вид форты диаграммы для магнитотактических бактерий. Мы видим распределение вдоль оси картистивности, потому что у нас магнитотактические бактерии производят частицы, однодоменные частицы, которые расположены на некотором расстоянии друг от друга, то есть у них взаимодействие почти не происходит между частицами. Размер их колеблется от маленького до больше, больше, больше и опять до маленького размера. И, соответственно, в магнитотактических бактериях всегда есть вот такое вот распределение картистивности. То есть не бывает магнитотактических бактерий, когда вот у нас один кружочек. Потому что это всегда цепочка частичек разного размера, и представляют они с собой вот такую диаграмму. Есть еще то же самое, что для однодоменных, только вот для магнитотактических бактерий. Мы будем всегда видеть вот такой вид распределения. Всегда есть небольшая отрицательная область за счет того, что как раз у нас не висторон, а при интерпретации. За счет того, что интерпретация происходит не на отдельных, не на идеализированных висторонных, а на заглаженных частных петлях. Я правильно понимаю. Один кристалл, один домен. Да нет, не обязательно. Вот здесь. А это не кристалл, это зерно. Одно зерно, один домен. В данном случае вероятно да, потому что зерно вот такого размера однодоменных. Потому что это бактерии, они выстраиваются в цепочке, и они могут производить только однодоменные молитвы. Вы сказали, что нет взаимодействия у таких цепочек. У них очень слабое взаимодействие, но есть взаимодействие? А как это определить? Взаимодействие есть в гораздо больших расстояниях между частицами. Это установленный факт. Наверное, оно просто не настолько сильное. Вот в литературе, которую я читала, там как бы предлагались разновидности, вот как будет, по крайней мере, на диаграмме форма будет выглядеть, если у нас частицы разместены между собой на два расстояния размера частиц, на три четверти от размера частиц, и когда близко-близко друг другу расположены, и показано, что когда у нас расстояние меньше, чем 20% между чем сама частица, то на диаграмме форма мы видим практически нет взаимодействия. Я тут хочу один комментарий сделать. Прошу обратить внимание. Вот есть такая логическая петля, что вот если вот такой, этот самый форк, свойственным этим самым магнитоктическим бактериям, то совершенно из этого не следует, что вот наличие вот такой формы форка говорит о том, что у вас эти самые магнитоктические бактерии. Это очевидное совершенно соображение, которое почему-то вот как-то игнорируется, вот длинные косы, например, которые вот просто этого не понимают. Это соображение для магнитоктических бактерий, но диаграмма форма не является определенным средством. То есть для одного и того же, для разных наборов частиц мы можем получать одинаковые диаграммы формы. И вот некоторые наши коллеги видят вот такую штуку, говорят, это магнитоктические бактерии. Слушай, почему? Потому что вот похоже на то, как дают магнитоктические. Логически понятно, да? Что это дефектная рассуждение. Ну, во всех вот я для того, чтобы подготовиться к докладу, вообще я читала несколько статей. Вот они вот такую разновидность форка все, в общем, относят к магнитоктическим бактериям. И в предыдущих примерах это было, и в другой статье, где было тоже аналогичное вид распределения вдоль оси картистивности и нуля взаимодействия. Вот они тоже это были примерами. Ну, какая-то тут странность. Я утверждаю, что нет. Многие люди используют это как диагностическое средство. И мне кажется, что тут есть дефект рассуждения, либо я чего-то не понимаю. Ну, а тут же примеры есть? Получить такое же распределение, только нет. Я думаю, что есть, да. Но специально надо посмотреть. Там тоже это практические бактерии. Тоже были те, которые природные образцы, это тоже были примерами однотоктических бактерий. Остальные были синтетические, а моделированные частицы, ну, просто математическое моделирование. Я думаю, есть примеры и синтетическими однодоменными частицами, наверное, можно найти. Которые не будучи магнитарными, не тактическими произведенными бактериями. Чаще всего. Яркий пример. Тоже не яркий. Вот, это еще один частный случай. На самом деле, здесь я не очень хорошо знаю, но, в общем, это такая разновидность зерна, так называемый символ вортекс. Это вихревая структура магничности внутри частицы. Обычно это такая разновидность псевдооднодоменных зерен, когда у нас есть, например, псевдооднодоменные зерна, это не один домен, а несколько доменов, разъединенных несколькими доменными стенками. А здесь у нас такая структура, в которой на магниченность расположены вот эти спины расположены как бы по кругу, что они закручиваются. И перемагничивание внутри образца происходит не как мы привыкли, когда сначала у нас все направлены в одну сторону наши магнитные моменты, потом медленно-медленно-медленно так поворачиваться и становится поворачивать в другую сторону. Либо снижается их интенсивность и тоже они перемагничиваются в другую сторону. А здесь происходит по кругу на магниченности. Ну, короче, место в том, что рефорки позволяют диагностировать всякие тонкие магнитные состояния. Да. Спасибо. Особенно. Они будут выглядеть, если вот у нас псевдооднодоменные зерна в обычном нашем представлении, которые чаще встречаются в форме пиратской шляпы, то частицы с вот такой структурой будут выглядеть как бабочки. Очень похожа на бабочки. Как только мы видим вот такие вот. Если бы мы построили еще выше, мы бы получили... То есть там два крыла. Да, два крыла. И туда уходят, видите, и не заканчиваются. Бабочки подобного вида, то это вот такой вот. На самом деле, ну вот про интерпретацию я закончила. Основные параметры, которые используются для построения форка, например, на нашем ВСМе, который у нас есть, вот они перечислены. Вот. Перед тем, как строить диаграмму форк, мы должны посмотреть Петрикс Тересиса и понять, где выходит наше образец на насыщение, чтобы задавать поле насыщения, потому что диаграмма форк снимается очень долго, и лишние поля нам не нужны. Вот. Также задается диапазон значений оси взаимодействия, диапазон значений интересующей нас картистивности, потому что вот на предыдущих значениях могли... На предыдущих диаграммах было видно вот такую квадратную маленькую трапецию, вот. Мы могли бы все получить, но тогда бы наш форк считался очень долго. Мы выбираем область более всего интересующей нас. Возможно, она с первого раза не совпадет с той областью, которая действительно очень интересна. Поэтому сначала измеряют форк с не очень большим разрешением, смотрят интересные моменты, а потом детализируют и подбирают вот эти параметры интересующие. Вот. Про время осреднения я уже говорила. Обычно наберется 0-15 секунд. что почему-то во всей литературе это обозначено. Как только мы увеличим время осреднения, мы получаем более гладкую картинку, но при этом отдельные некоторые осреднения могут быть утеряны. в том числе, например, вклады суперпромагнутых частей. Ставим переращение и количество форков. Количество форков тоже обычно от 100 до 300 берется, и обычно этого бывает достаточно. изглаживание и остальные параметры. Рома делал, вот здесь лежит правило хорошего форка, где типичные вот эти параметры. для снятия начального форка здесь укажены. Ну, все. Так, конечно, мы можем сказать, что сейчас все больше используемся в этом форке и спешно применяется для смеси на округе эмирала, потенки по институтам, для института, для института, для института, для института, для института. Да, конечно. Нет, 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 это приводность. Еще, хоть диаграмма форка является таким, казалось бы, довольно широким инструментом, но в некоторых случаях, мне кажется, как по случаю Андрея Валерьевича, когда у нас есть сильный, в общем, концентрация тоже влияет на диаграмму форка, когда у нас очень-очень маленькая концентрация, часто бывает, что шум не позволяет отследить диаграммы, которые мы можем интерпретировать. А также, если у нас есть смесь минералов, когда одних минералов сильно больше, чем других, то интенсивность минералов с большей концентрацией может забивать сигнал, где минералов с меньшей концентрацией. В таких случаях часто бывает, что другие методы гораздо более, например, охлажденные методы измерения при низкой температуре, гораздо более эффективны. Я еще одно хочу сказать, потому что не очень не искала одну вещь, что можно еще, когда смесь минералов, можно определять, есть эта смесь. Вот тут у меня как раз картинки, где можно видеть, да, иногда трудно это различить, а на форках достаточно ясно, что тут есть две резко различающиеся фаски. Не включила, да, простите. Бывает, что один кик, а потом туда дальше, особенно если мы, когда есть гематиты, часто бывает, что на регистрезе мы не увидим. А на форке она достаточно ясно. Чтобы хорошо определить, но видим только вот тут гематиты, потому что насыщение гематит при изварях, который у нас есть, там не выходит, как правило. Да, просто сам факт есть. Сам факт, да. Видела картинки, где хорошо идентифицированы гематиты. Я просто, извините, прослушаю. Я понимаю, что все примеры магнетитовые были. Ну и железная трансформация. А как гематит вы имеете? Смотрим. И чем он отличается от гематитов? Вот эта смесь магнитита и гематита. Тут особая область появляется. Гематит – это вот это вытянутая. И не зависит от него. Никто не знает, гематит или гематит, но это высококорцитивная область, низокорцитивная. Это явно две фазы. А дальше ты интерпретируй. Когда у нас есть смесь частиц, и особенно когда они примерно в более-менее равных пропорциях содержатся, в равных концентрациях, мы будем видеть разные пики по оси корцитивности. Которые мы можем не увидеть. То есть правильно ли я понимаю? Значит он будет выглядеть как этот самый однодоменный магнитит разного размера, только с высокой корцитивной штуки. Я хочу один комментарий сказать. Мы не видим магники тут, не гематит. Мы видим просто разные области по корцитивности. А дальше уже интерпретация. По диаграмме форта мы не можем сказать, что это магнитит или гематит. Мы можем только предполагать, потому что его корцитивность по диаграмме форта похожа на корцитивность магнититит. Однодоменные они будут одинаковые, просто они будут смещены по оси корцитивности. Тогда в чем смысл диаграммы, если ничего сказать не хочешь? Размер. На диаграмме бляешься? Спасибо. Все, 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 товарищ. Многодоменный вариант и однодоменные взаимодействующие. А однодоменные взаимодействующие они будут выглядеть скорее больше похоже на все однодоменные, то есть это замкнутые области, которые вытянуты вдоль оси. Сейчас вот здесь был такой очень идеализированный пример. А вот хороший пример. Это многодоменные частицы как раз, они около нуля расположены. Должен быть непрерывный переход. Разрыва не будет. То есть я имею в виду... Смешные случаи вы не различите. Ясно, да? Но крайние случаи... Нет, если есть совсем смесь, то мы увидим два пика. Один пик совсем нуля артистивности, а один вытянутый... Вытянутую одну вытянутую кривую... Я немножко другое имел в виду. Не смесь. Вот у вас есть образец чисто однодоменных невзаимодействующих частиц. Вот это вот это вот случай. Нет, это не сильные взаимодействующие частицы. Нет, нет, извините. Вот это случай просто невзаимодействующих частиц. А их взаимодействие будет приводить к тому, что этот контур будет вот расширяться в этой области. Правильно ли? Ну вот, да. Вот здесь вот у нас ноль в квадрате, и вот здесь вот есть какая-то картистивность, да? Не близкая к нулю. И взаимодействующие однодоменные частицы будут вытянуты вдоль оси взаимодействия. Вот это идеализированный случай. Можно я, короче, отвечаю? Вот это вот у вас просто невзаимодействующие однодоменные, а вот это вот у вас будут взаимодействующие однодоменные. А многодоменные? А многодоменные, в идеале, они вот такие вот. Это в идеале, нет. А когда смесь, мы не различим. Ну, то есть, ну, в зависимости от того, какая смесь. Если смесь однодоменных и многодоменных, Таких очень много случаев, даже в моей практике встречалось, когда у меня есть отдельная многодоменная область и отдельная однодоменная область. Но это вам повезло. То есть прямо на картинке это две различные области, или это одно большое пятно. Но диаграмма Форгрик того и предназначена, что в том же дело, что по идее можно отличить смесь однодоменных и многодоменных частиц. Если мы на диаграмме Д получим просто точку в псевдооднодоменной области, потому что у нас есть смесь однодоменных и многодоменных, то по диаграмме Форгрик часто можно увидеть, правда, видную отдельную область многодоменную. Здесь, конечно, немножечко есть контур какой-то, но пики вот здесь пик и вот здесь пик. То есть мы можем говорить о том, что у нас есть смесь однодоменных и многодоменных. Еще вопрос. Ваня, сколько тут культурно люди руку подняли, да, люди имеют приоритет Очень часто на диаграммах появляются отрицательные пятна Что они означают? У меня есть отдельная такая, которую я не включила в презентацию Просто себе как памятку оставила, потому что вот Владимир Милович, я пыталась про нее говорить Но что-то не нужно, да, как бы это дополнительное точнее Потому что... Ой, мамочки, а как вы? Все? Все, все Мне нужен один из последних, давай, да, здесь проще Еще? Да, это лопата, да, и лопата такая Правильно, лопатистку Ну да, дальше ульгаризм какой-то Решет такой А это, блин, опять-таки, ясно Мы не теперь... Никакой Вот, Наги, смотрите Потому что на самом деле Вот диаграмма проезда в Наги То, на чем основана интерпретация Она основывается для идеальных случаев Для гестеронов На самом деле наша отдельная частица Как бы отдельный даже гестерон Вот он имеет вот такой вид Вот Для отдельной изолированной вот такой частицы Однодоменной Вот мы можем увидеть Вот здесь у нас получается резкий Резкий спад, да, скорость резко возрастает Мы получаем вот этот вот печок А вот здесь тоже есть вот эти вот резкие подъемы Не резкие, а наоборот более гладкие подъемы Поэтому получается у нас такая область бумеранга Вокруг А вот этот пик связан с вот этим изменением В отрицательной области И когда мы имеем однодоменные частицы Вот очень хорошие однодоменные частицы Например, вот как было показано в магнитостатических бактериях Смесь однодоменных частиц То всегда будет как раз вот этот вот печок За счет того, что у нас однодоменные частицы Представляет собой каждую вот такую вот маленькую гестерезису И что? Не взаимодействующую Что значит отрицательная? В этой области она не растет, а падает при повышении поля? Да Смысл такой, да? Ну да, вот здесь показано, видите, вот эта вот область А почему она не растет, а падает при повышении поля? Почему в магнитостат не растет, а падает? Или я неправильно понимаю? Нет, ну смотрите, здесь получается вот в этой области у нас Если мы возьмем минус HB минус чуть-чуть поменьше То получается отрицательное значение, вот как минимум полей Ну ладно, не помню Ну когда мы берем производную, мы что делаем? Мы одно вычитаем из другого и делим на одно вычитаем из другого Вот это вот первое вычитание, вот в этой отрицательной области, оно будет отрицательным Поэтому получаем маленький отрицательный вид А практически это что означает? Они ничего не значат практически, просто вот это вот типичный вид на диаграмме Форг Однодоменных частиц То есть если мы минус видим, то не бог с ним Бог с ним, да Как диагностический признак он может? Как диагностический признак, вот разве что для хорошо Невзаимодействующих анодоменных частиц, потому что когда есть взаимодействие этот пик может исчезать А когда у нас есть невзаимодействие анодоменные частицы, то они все представляют из себя частицы с вот таким дополнительным пиком Это их свойства, короче, понятно Да, и, как правило, вообще эта область, вот, салатевирующих часто говорят, что надо отрезать инферограмму Форг как квадрат Обычно эта область отрезается, ее вообще не видно В то время, как она может быть полезна В то время, как она может быть полезна, но часто ее не используют и на это не обращают внимания Вадь, пожалуйста, вот, что? Забыл, что? Соотношение между этими доменами и многодоменами По интенсивности Цветом обозначена интенсивность, да, и чем более красный цвет, тем больше интенсивность Это будет не соотношение численности, а соотношение магнитных моментов Ну, да Ну, а магнитные моменты, да То есть это не количественные показатели? Ну, такое, а по цвету, а по цвету, а по цвету? Лен Борисович, что вы скажете об этой фазе? Что это такое? Что вы скажете об этой фазе? Что вы скажете об этой фазе? Магнитные моменты и снизу Это ты говоришь про левую, про гризочек Ну, про левую часть Ну, про левую часть Ну, про левую часть А, и суперпарамагнит. Ну, в небольшом может быть количестве. А, кстати, почему? У тебя же нет в этом расползания. Сильного нет, но суперпарамагнит, когда их не очень много, если у нас преобладает однодоменный частиц, то у нас как раз при суперпарамагнитных менее чем в многодоменах расползание вдоль оси взаимодействия. Я не понял. Я просто хочу сказать, смотри, вот если бы контуры все были замкнуты, мы бы говорили, что это чисто однодоменный. А поскольку он натыкается в эту ось, то мы можем предположить, что есть какое-то колесо не очень большое, там суперпарамагнитное не значит. Вот именно потому, что не все контуры замкнуты. И потому что, скорее всего, зайдите на карцетивность, либо это какой-нибудь очень слабый карцетивный А я сейчас видишь, как у нас масштаб еще химический. Или 1-10. А, да, действительно. Масштаб другой. А куда? А вот различные компоненты. То есть это химический. Я надеюсь. Еще вопросы у нас есть? Остановление гематита. Пожалуйста, Валерий Александрович, ну пожалуйста, конкретнее и четче. Совершенно конкретнее. Я как та самая дама, которая говорит, все понятно, только непонятно, почему килограммы приходят сухими. Вот. Я просто хотел спросить, что означает эта агрегиатура? Я немножко... Да, да. А я вот вначале... Ну давай, пускай это глазами проснуться. Сам простой. Во, 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 во все это. Бой. Бой, бой, бой. Первый слайд самый был. А, вон, 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 вон. Вон, вон, вон. Видите, first order, reversal third. А, да. Reversal third, кривые перимоничнее, first order, сами понимаете, что так. Я надеюсь. Конечно, по окам смешано. Ну, все, спасибо. Я думаю, можно поблагодарить Лену за больные. Ясно, правда. Довольно непростой. А?